Наступление на Масул идет опережающими темпами. Об этом заявляют власти Ирака, которые продолжают операцию по освобождению второго повеличения города страны. Военные уже освободили от боевиков 13 близлежащих деревень. Два года Масул был фактической столицей террористов из исламского государства. Несмотря на численный перевес, правительственным войскам и курдским ополченцам предстоят тяжелые бои. Свидетелями битвы за Масул стали наши корреспонденты. Последний оплот боевиков освободить будет не так просто. Против террористов иракские войска объединились с курдскими ополченцами. Их поддерживает коалиция во главе США. Но запрещенное во многих странах исламское государство сдавать позиции не собирается. Чтобы выбить боевиков из города, к театру военных действий подтянули элитный спецназ. Антитеррористическое подразделение поведет войска в Масул. Согласно разведывательной информации, в Масуле сейчас от 5 до 6 тысяч боевиков. И это только одна из проблем, связанных с войной против терроризма. Поскольку вести войну традиционными методами сложно. Да, есть опасения, что под перекрестным огнем окажется гражданское население. Город уже покинули несколько тысяч человек. Есть опасность, что боевики будут прикрываться мирными жителями, как живым щитом. Власти предупреждают, что в осажденном Масуле террористы могут применить химическое оружие. В Пентагоне говорят, что такие слухи направлены на то, чтобы произвести психологический эффект. Но все же коалиция во главе США нацеливает свои удары по местам, где могут производить такое оружие. В иракском правительстве проверяют правдивость информации о том, что Масул уже покинуло около сотни главарей террористов. Тем временем из осажденного города приходят тревожные новости о взорванных боевиками зданиях в центре Масула.